Игорь, так ВИИ это фэнтези интернациональная, почему? Ну, во-первых, потому что несколько стран задействовано было в этом проекте. Германия, Чехия, Россия, а потом актеры есть у нас иностранные, очень хорошие, такие как один из моих между очень любимых актеров голливудских, это Джейсон Флеминг. Замечательный, с тех пор, как я увидел «Карта, деньги, два ствола», он меня... Чудесная, да, чудеснейшая работа. Ну, и многие другие работы у него есть замечательные. И человек он отличный, и у нас еще несколько актеров задействовано голливудских, поэтому... Но это вы их подтягивали, то есть вы так посредо кастингом занимаетесь, или просто так сложилось, что люди из Голливуда... Нет, вот на этот фильм я не подтягивал никого. Мы сейчас другой фильм закончили, тоже замечательный, называется «Иерей сам». Вот туда я... Ну, про это мы с Иваном Махловыстем достаточно подробно говорили, а здесь, поскольку мы накануне буквально премьеры, то правее и интереснее. У нас в прошлом году, мы с вами когда беседовали, не было кота на эфире, вот, а сейчас... Ух ты, какой... Как его зовут, Семен? Это вот мы у нас традиция такая, мы не в курсе, да. У нас гости придумывают название кошкам, и мы их под этим именем пристраиваем. Поэтому, если вам в течение эфира придет в голову, как назвать этого зверя... Ну, я думаю, да, что-нибудь придумаем. Сейчас мы посмотрим чуть-чуть за его поведением. Условно говоря, пока она Ванесса. Но если что-то другое вам покажется во время разговора, то мы ее переименуем, у нее как бы будет имя от Жижикина, можно будет через Дефис. Ванесса Жижикина. Ванесса Жижикина, кстати, это хорошая идея, да. Ваш напарник и подельник, даже, я сказал бы, Иван Охлобыстин, назвал, по-моему, блюзом в честь сукачевского кота. Серьезно? Да, да, и тут же был пристроен. Кстати, кошки, вот считается, что они мистические животные, всякую нечистую силу, о которой у вас в фильме, они чувствуют и видят. У вас не было никогда животных? Были, у меня собаки, правда, все время были, но у меня кошки, я кошек тоже люблю. Вообще, я животных обожаю. Если бы я был бы чуть посвободнее, ну, в своем графике и передвижениях, я бы завел бы себе, мне кажется, уйму каких-то животных. А так у меня были собаки, и сеттер у меня ирландский, недавно совсем его не стало, но он у меня 17 лет прожил. Где, в Калифорнии или здесь? А, в Калифорнии. Какие-нибудь мистические были на съемках происшествия? Обычно говорят, что когда экранизируются вещи Гоголя, там всегда что-то, такая чертовщина какая-то происходит. Ух, я не знаю насчет прям такой вот чертовщины. Ну, происходили какие-то вещи. Во-первых, мы жили в замке, это под Прагой еще 100 километров, и он такой, этот древнейший замок, ему там 700 лет, и, во-первых, когда мы туда просто зашли, в этот замок, уже у всех такое вот было какое-то чувство. Ну, у нас режиссер специально это сделал, чтобы мы уже начали проникаться вот этой вот внутренней такой составляющей фильма. Но вообще-то сны там какие-то, снились всем разные, там что-то такое вот. Ну да, в этих стенах-то что-то есть, наверное. Да, такая вот мистика. Долго снимали? Да, по-моему, 7 лет. Снимали 7 лет, практически, да, 7 лет. У меня был случай один, когда мне пришлось вспомнить вот эти все мистические вещи, когда мне на съемках просто плохо стало. Но мне стало плохо от физической нагрузки, потому что у меня огромное превращение, сумасшедший костюм, пластический грим, и в этом всем меня еще поднимали под потолок, откуда я должен после своих превращений я там прыгаю и летаю, и все это происходит. Было неимоверно тяжело. У меня передавились вообще, меня на специальных таких подвесках, лонжах, и мне стало плохо, просто реально плохо. Видно, у меня передавились там какие-то сосуды. Я говорю, снимайте меня. Меня сняли, отвели в гримерную, я лег, лежал в гримерке, и вот мне тогда приходили в голову вот эти мысли, «Надживи», там, вот все там, какие-то истории с этим связаны. Неполиткорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале «Москва-24».